Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую, с вами Педром Рауфи и вы смотрите ежедневный обзор рынка, где мы разберем ситуацию на фондовом рынке, на крипторынке и также на форекс рынке. Спасибо, что комментируете наше видео. На самом деле, как и мы предупреждали до этого, на рынке уже неделю по факту нет движения никакого и торговать очень трудно удается. Поэтому учтите это все, об этом мы предупреждаем перед тем, как такие движения происходят. Если что, обращайте внимание на обзоры перед детям, которые были и так далее. Поэтому есть иногда некоторые друзья, к сожалению, смущаются о том, что возможность какая-то невинятность, непонимание, что происходит или о чем я расскажу или рассказываю. Смотрите, есть когда мы отказываемся вообще, то есть разобрать актив, а есть время, когда, несмотря на неопределенности, более или менее раскрываем, что может быть дальше. Да, это то, что я делаю. А в случае, если вам это непонятно, либо же вы это не можете понять или это трудно удается понять, то лучше, наверное, не смотреть эти видео, потому что они вам будут не нужны. И лучше уже как бы найти более или менее лучший вариант, который вам будет понятный. Я сам ежедневно жду обзора Александра Хашигельчика. Конечно, целью того, чтобы не создавать один и тот же формат, чтобы вы не устали, я пытаюсь о чем-то другом рассказать, чтобы вам было интересно. По поводу рынков, по поводу того, что происходит сейчас. Как вы видите, диапазон, который мы нарисовали по S&P, движение, которое есть у фондового рынка, конечно, отсюда же берется корреляция и по доллару, и по индексу доллару. То есть, то, что мы видим здесь, вот эта консолидация, да. И отсюда же оно еще дублируется на все Forex пары, которые по факту с долларом связаны каким-то образом, да. То есть, S&P Dow Jones тоже консолидация происходит в тех же рамках, которые мы нарисовали. Обращайте внимание. То есть, если даже неопределенность есть, то рамки этой неопределенности обязательно мы даем вам, чтобы вы могли понять, докуда вот цена может опускаться, докуда может повышаться и так далее. А по поводу дальше, смотрите, евро, та же самая консолидация, фунт, то же самое. И по поводу вот этой консолидации. Всегда обращаем внимание, что, смотрите, мы даем обзоры для внутридневной торговли. Соответственно, если вы получаете какую-то неопределенность, значит, вы торгуете, скорее всего, либо не внутри дня, либо же не понимаете, что это, скорее всего, дается для скальпинга. Почему? Потому что, когда неопределенность на рынок приходит, даже внутри дня приходится закрывать сделки раньше. Ситуация, как вчерашняя, о которой мы говорили, по поводу движения, которое на рынках было, и вчера о них мы рассказывали. То есть, по поводу, к примеру, вот эта линия показывает на графике, красная линия, момент прошлого обзора и по сей день. Мы рассказали о том, что по факту вот диапазон движения, прорыв нижней границы, приблизительно цена может дойти до следующей цели, да? Приблизительно. Опять же, мы точные уровни, цели торговли не даем, это сигналы, они просто так не даются, просто так их давать тоже, это как бы нелегально, вы должны это понимать. А то, что мы делаем, это просто делимся своим мнением о том, как ценовое движение, исходя из статистики, которая есть, может дальше двигаться, развиваться. И мы говорим, что неопределенность есть, и об этом говорю не только я, об этом на нашем канале говорят многие, то нужно этого слушать, не нужно попытаться что-то делать, либо что-то из этого вывести, да? Если когда неопределенность есть, и вам говорят, что просто мы не будем разбирать. А если когда неопределенность есть, но все равно разбирает активность, это то, что я делаю. Но не пытайтесь прицепляться к ненужным вещам. Имейте в виду, что если что-то говорится в обзоре, то она обязательно имеет свое следствие дальше, и она будет разбираться дальше. Начнем разбираться, что происходит. Сегодня Джексон Холл начинается в США, и все ждут комментарии Джерома Павелла, председателя ФРС США. Все это нужно ориентироваться, что же будет дальше. О том, что ФРС перебывается постоянно, чуть ли не каждый день, приблизительно раз в три дня, мы об этом говорили. И неопределенность, которая создается на рынке, она следует именно за ней. Фундаментальные факторы перестают действовать, и по причине того, что спекуляция ФРС, она очень сильная. Инфляция, которую они создали, тоже, она очень сильная. Что можно делать сегодня, что можно делать сейчас? Новостной фон пустой, экономический календарь тоже пустой, просто ждем речи Джерома Павелла, которого, кстати, на ресурсах в интернете можете найти, можете за ним следить. Обращайте внимание, мы делаем обзор внутридневной торговли. Импульсы, которые мы сейчас о них говорим, сегодня о них говорим, завтра их не будет. А движения, которые мы говорим, что будут сегодня, до начала американской сессии, после американской сессии, завтра их не будет. Поэтому обращайте на эти вещи тоже внимание. И именно относитесь к этим обзорам, как ежедневный обзор рынка Форекса и криптовалюты, и также фондового рынка. Начнем с S&P 500 Dow Jones. Со вчерашнего дня дно этого канала прорвалось, цена приблизительно прибылась. То есть, следующие цели, как мы видим, что ждать дальше? Вот это укрепление, насколько можно ей доверять и так далее. 4480, как и ранее говорили в предыдущих обзорах, важный уровень. Отталкивайтесь от него. Выше покупки, ниже продажи. Укрепление, закрепление. Это все свечные конфигурации. Можно их найти в барах, в барном виде. Они есть. Можете их учить, можете их изучать. Все эти терминологии вы можете изучать. И чтобы понимать, что на самом деле они значат, и чтобы не путаться. Мы ждем по факту здесь, из-за вот этого накопления на часовом, возможно, скорее всего, кратковременного импульса восходящего. Но для него тоже можно дать ранки определенной 4489 или же 90. Импульс, если произойдет до этой отметки, скорее всего, дальше нас ждет разворот. Или же снижение амплитуды и снижение, как говорится, волатильности. Вероятное всего, что дальнейший спад, но он же не будет среднесрочным. Он будет в рамках этого внутридневного канала. По поводу Dow Jones'а ситуация приблизительно такая же. Есть вот это сопротивление, которое тестируется. 35300 долларов. В случае, если что, можно для дальнейшего импульса ставить себе границу. И в случае, если этот импульс произойдет, то, скорее всего, дальше нас ждет разворот. Если этого импульса до этой отметки не будет, и цена просто начнет укрепляться на 35300 долларов, то, скорее всего, дальше нас ждет умеренный рост. Или же продолжение умеренного роста. По поводу вот этих индексов, по поводу фоновых индексов. И вернемся на индекс доллара. Посмотрим, по нем что. Цены на облигации, кстати, они немножко корректировались вчера. Но в целом, они просто имеют прямую корреляцию с долларом. Но они в целом не показывают такую сильную слабость последние дни. Поэтому ориентироваться на продажу доллара, мне кажется, немножко нелогично. Особенно исходя из того, что, смотрите, какое делает доллар движение на графике 15-минутном. Средина вот этого диапазона, который здесь отсюда до сюда, находится на отметке 92, давайте скажем, 7 до 9. Вот именно эта отметка сейчас тестируется. В случае, если мы получим нисходящий импульс, о котором говорится, то есть сценарий восходящего импульса на S&P и на Dow Jones и за обратной корреляцией с долларом, может привести к такому нисходящему импульсу здесь. Вот. И рамки для него тоже приблизительно до 92-93. Скорее всего, в случае, если это произойдет, то дальше нас ждет укрепление. Мы отталкиваемся от риска. Если мы говорим по поводу ретеста отметки по мере продолжения тренда, если мы говорим об импульсе по итогам ретеста этой отметки в сторону тренда, то это имеется в виду импульс в цели того, чтобы просто знать, какой может быть там риск, если что. А дальше цена, куда пойдет, скорее всего, может развернуться или же просто перетормаживать свое движение. В целом, ставить на снижение доллара не очень логично, но импульсивное снижение может произойти. И он происходит с целью того, чтобы покупателей, таких как мы, таких как нас, выкинут из рынка мелких, которые зашли вот здесь, к примеру. По индексу доллара, конечно, нельзя зайти, но приблизительно в тот момент, который стоил вот столько. Вот здесь был или здесь. Дальше мы переходим к, исходя из этого сценария, мы дальше переходим к разбору Форекс Пар. Как обычно, разберем те Форекс Пары, которые более или менее важны, более или менее известны, всем пользуются, экзотику не разберем, потому что вы о нем не просите. Если вы просите, если вы напишите нам, какие еще, возможно, есть активы, пары, криптовалюты, которые вас интересуют, в комментариях, вместо того, чтобы писать всякую лишнюю речь, вы можете написать, какие активы еще вас интересуют, чтобы я вам рассказал, куда он может двигаться, какой у него потенциал, исходя из фундаментального анализа и также технического анализа. По поводу евро и по поводу фунта видим это накопление на 15-минутном таймфрейме, на короткосрочном внутридневном таймфрейме тоже его видно. По GBP вот это накопление как раз под локальным сопротивлением, по фунту-доллару. По австралицу приблизительно ситуация такая же, это накопление приблизительно есть под сопротивлением. По новозеландцу это накопление тоже есть под локальным сопротивлением. Можно ли этим воспользоваться? Скорее всего, в случае, если индекс доллара сделает это нисходящее движение, этот нисходящий импульс, можно. Но имейте в виду, тренд нисходящий по новозеландцу, по австралийцу, по фунту и по евро. Тренд нисходящий. И вот тот нисходящий импульс доллара, который, скорее всего, им поможет продлить вот этот рост, он сегодня может оказаться не таким сильным, лишь же просто не дойти до тех целей, на которых вы рассчитываете. Поэтому это импульс риска, это не импульс, в помощь которого вы должны запускать свой внутридневной трейд. Имейте в виду это все. То есть нужно терминологии разобрать и понять до конца. Поэтому, давайте мы возьмем по евро и скажем, например, 1.1770, 1.1780 максимально для того, чтобы этот импульс произошел. И мы просто дождались последующего шарта. По фунту, скорее всего, этот импульс может достигнуть отметки 1.3720. А далее, в случае, если он произойдет, то мы ждем продолжения спада. По австралийцу возьмем тоже, кстати, последующую цель 0.7260. Да, в случае, если будет импульс, вот от этого сопротивления, восходящий импульс. И по новозеландцу тоже приблизительно берем 0.6960. В случае, если будет импульс. Но имейте в виду, этого импульса в случае, если не будет, и цена просто умеренно продолжит свой рост, то, скорее всего, мы можем дождаться достижений и последующей цели. То есть, если эта отметка импульсивно не протестируется, а цена умеренно будет к нему хотя бы поджиматься. Не просто делать движения с более высокими свечами, которые через один зеленый-красный, зеленый-красный, это расширяющаяся формация. Которая как раз говорит о том, что дальше цена может не двигаться. Не такого формирования свечной конфигурации. Вот это все нужно изучать, вот это все нужно знать. Почему я могу передугадать по техническому анализу, куда цена может двигаться. Не важно, внутри дня, в средние сроки, в долгосроки. Потому что вот эти свечные анализальные все имеют значение. Фигура не имеет значение. Они все говорят, конечно же, об одном, о том, есть ли уровень или нет уровня. Но они тоже помогают, особенно новичкам. Особенно если вы не трепетируете, вы новичок. Поэтому обращайте на это внимание, тоже изучайте. В случае, если что, знайте, Форекс это путь к легким деньгам. Но этот путь довольно сложный, он очень сложный. Поэтому имейте в виду все эти факторы, не нужно ничего бояться. Не нужно из-за того, что неопределенность на рынке Форекса и за Джерома Павела продолжается уже с 24 августа. Так взбеситься, друзья. Просто перестаем работать. Просто перестаем торговать. Это единственная важная вещь, которую нужно, кстати, знать тоже при торговле в Форексе, когда не нужно войти в рынок. Кстати, вы попросили перед этим по поводу GBP фунт новозеландец и по поводу австралийца новозеландца. Я их, кстати, постоянно разбираю. Если вы смотрите обзоры по сей день, тоже можете этим воспользоваться. Развернулись они от середины вот этой, от этой отметки. Вот видите, развернулись от середины вот этой зеркальной отметки приблизительно. Скорее всего, дальше может продлить свое снижение и в дальнейшем. Но есть цели 1.97, максимально 1.96.80. Если амплитуда таким же образом будет продолжаться, снижаться, то есть будет продолжаться вниз с такой же амплитудой движения, скорее всего, дальше пойдем вниз. Если произойдут какие-либо вот такие вот сформирования теней снизу, то это уже отбой. Это уже отбой. Хотя бы на пару часов, хотя бы на три часа. Это уже отбой. И по поводу австралийца новозеландца. Та же самая, кстати, приблизительно. Картина отбилась вот от этого зеркального уровня. То есть от 0.42, точнее 0.43. И берем, конечно же, 0.42 для того, чтобы в этом диапазоне дождаться завершения этой консолидации. Тут в свечной конфигурации показывано то, что вероятнее всего, что она дальше пойдет вверх. Но нужно дождаться все-таки ретеста дна. Когда такие ситуации происходят на рынке, можно пользоваться лимитными ордерами. То есть, когда вы смотрите на график и чувствуете, что, блин, но пробой уже произошел. А в рамках этого канала еще можно работать. А в рамках этого движения еще можно дополучать. Я вижу там импульс. В таких случаях вы пользуетесь отложенными ордерами, лимитными. Дальше переходим к защитным активам. Защитные активы имеют свойство и корреляцию обратную с фондовыми рынками. Имейте этот фактор в виду. Вчера вышла опять новость по поводу того, что в случае проблемы с кровью происходят после вакцинации. И они увеличиваются, количество становится больше и больше. Золото очень хорошо реагирует на такие вещи. Золото очень хорошо реагирует на какую-либо опасность, которая появляется на рынках. Несмотря на то, что все цели сейчас на рост доллара, золото этим временем растет уже. Импульс последующего разворота, вероятность последующего разворота тоже присутствует. Почему? Потому что она уже вблизи консолидационного сопротивления такого вершины, которую, кстати, дно которого он уже пробил. Он, возможно, войдет в него, но дальше ждать последующего прям такого сильного роста, но, исходя из технической картины, нельзя. Но, опять же, в случае, если этот импульс продлится до 1810, то, скорее всего, дальше разворот можно его дождаться более уверенно. А если этот импульс затухнет и цена начнет снижаться, протестировать 1790, потом опять пойти вверх до 1805, а потом идти вниз до 1800, это уже укрепление. Это уже укрепление, это уже значит, что цена может пойти не только выше 1810, но и больше, но и дальше. Если произойдет дальнейшее импульсивное движение ИРТС 1810, то, скорее всего, мы развернемся вниз. Движение доллара вниз сегодня импульсивным образом, если будет произойти, исходя из сценарии, цена золота может относительно протестировать эти отметки. Импульсивно тоже. Но затем мы ждем разворот. Карта срочного, внутри дневного, внутри канала, внутри диапазона. Дальше у нас серебро, о котором, кстати, вы тоже попросили. Я его не разбирал, как золото, но рядом с золотом мы его тоже разбираем. Отбой от нижней части видно. То есть, смотрите, опять же, дно прорвалось, и цена пошла к следующей цели. Но обращайте внимание, я вчера еще акцентировал внимание на то, что, ребята, если видно расширяющаяся информация, нужно работать только скальпингом. Нужно просто очень быстро. Если вы работаете даже внутри дня, то, скорее всего, за полдня вы закрываете сделки. Почему? Потому что вот такие вот движения вас либо разносят, вот, вы там шартили, вас либо разносят, либо же настолько сильно испугнет, что вы сами уйдете. И об этом вчера тоже говорил, что, скорее всего, вам придется в течение дня. Вчера закрываться гораздо быстрее. То есть, движениям невозможно доверять, ну, невозможно ими торговать так, чтобы прям открыл сегодня и вечеру, и утро, и к вечеру вернулся. Имейте в виду, что импульсы, которые создает европейский, европейская сессия, лондонская сессия, они все коррекционные. Импульсы, которые создает американские сессии, она всегда зачастую по тренду. А движение, которое происходит во время азиатской сессии, это именно это движение, то начало, которое создает определенного тренда для всех других сессий. Почему? Просто потому, что разные объемы транзакций и так далее. изучайте все эти вещи для того, чтобы разобраться, для того, чтобы понять, когда человек вам говорит о том, что он относительно может предугадать, исходя из статистики, исходя из цифр, куда цена может двигаться дальше, неважно, это я, неважно, это Александр Михайлович Геевич, неважно, это я, Виктор Макеев, или же Сергей Заботин, или же другие наши тренда. Вы должны понять, что это никакая не магия, это просто постоянное изучение рынка, постоянное ежедневное изучение рынка. Это когда вы не уходите от рынка, это когда вы постоянно изучаете. И новостной фонд. Постоянно введете свой собственный анализ работы. Самое важное, то, что мы сегодня, кстати, позже, к двум часам будем разбирать, ошибки трейдеров и ошибки собственные. Мои ошибки во время трейдера, ошибки Игоря, кстати, во время трейдера, мы все сегодня будем разбирать. Обязательно в два часа подключайтесь и посмотрите по поводу, по поводу демоконкурса. Вот. И вот это все происходит. Точно такие же нормальные люди, просто, ну, просто как бы, если вы в деле, то вы в деле. Если вы не в деле, то... Ну, не терезайте себя. Все будет хорошо. Все когда-нибудь будет хорошо. Когда захочете, когда захотите, тогда будет все замечательно. Дальше, что с серебром делать? К сожалению, вот это сопротивление меня немножко смущает, которое тестируется, и которое, возможно, не будет прорваться, либо если прорвется, будет это очень импульсивно, и он создает жадность, исходя из которой вы будете зайти. Имейте в виду уровень, когда тестируется импульсивно, дальше нужно дождаться укрепления над ним, либо закрепления под ним. И пока этого не произойдет, вы не заходите. Это просто азы, которые вы должны знать. Поэтому, вот здесь, если такая ситуация произойдет, то дальше, ну, вверх, скорее всего, нельзя. В лонг имеется в виду. И, конечно же, по поводу защитных активов, по поводу вероятности дальнейшего их роста. Можно делать такой вывод о том, что цена, скорее всего, по доллар-франку, по евро-франку, возможно, не так, как по доллар-франку, но по доллар-джпи-вай, так же, как и по доллар-франку, могут продолжаться вниз, еще двигаться. Несмотря на этого отбоя от поддержки, которую мы получили по доллар-японец, 109.92, и по доллар-франку, мы этого отбоя еще не получили, но цена уже накапливает энергию. И вот эту отметку я уже назначил. 0.91.60. В случае, если импульсивно протестируется, то, скорее всего, дальше нас ждет разворот. Если импульсивно это не произойдет, друзья, если цена закрепится под последующей целью, то дальше мы ждем достижения следующей цели. Но все это делаем исходя из масштаба свечной амплитуды, исходя из масштаба графика и периода, исходя из масштаба, исходя из сигналов, которые даются по АТАРу. И по евро почему я не ставлю на сильный импульс? Почему, если в случае, если доллар сделает сильный импульс, то евро его не сделает. И консолидация будет продолжаться, несмотря на вот этого поджатия к поддержке. И поэтому тут с целью того, чтобы активизировать какие-либо шорты, либо нужно на самом деле дождаться. Имейте в виду, это не сигнал, это рекомендация. либо же уже войти в шорт и ставить стоп относительно, то есть 50 пунктов здесь и 1 к 3, 100, ну и 200 это наша цель. Но дойдет ли цена до этой цели? Эта цель, смотрите, это зеркальная почти отметка. Это предыдущее сопротивление, дойдет ли цена до него? Поэтому, почему я говорю, что по факту, где вот неопределенность присутствует, там нельзя, там нельзя войти. И в случае, если этот импульс произойдет, скорее всего, дальше цена может все-таки подниматься снова на 1,077, 1,0778. Но дальнейшее снижение этой пары зависит от того, насколько защитные активы будут расти, что импульсивно они могут расти. Почему? Потому что, смотрите, золото наиметь еще запасы для ходьбы. Относительно иметь. Ну, хотя бы до сюда. 18005. В случае, если такой будет, то, скорее всего, по поводу евро, франка, можно сказать, что движение до этих целей последующих, которые мы нарисовали здесь, возможно, они могут произойти. Но по золоту, насколько это будет дальше продолжаться? Золото под давлением пока еще. Пока еще золото под давлением. Нужно на это обращать внимание. То есть, это давление, оно есть на дневном графике, вы его хорошо видите. То же самое, даже в графике есть. Несмотря на неопределенность, которая на фондовом рынке, золото не растет. То есть, он сделал верхушку, он сделал канал, и в этом канале мучительно по факту продолжает свой якобы рост. Но опять же, ставить, сейчас у нас 4 часов графика, в средний срок, последующие цели до 1800 очень важная отметка. Мы от него отталкивались все это время. Мы по нем давали определенные моменты, которые могли использовать. То есть, закрепление за 1800 долларов, укрепление над 1800 последующей цели и так далее. Импульсивный ретест этой отметки может сопровождаться последующим разворотом. Но в случае, если мы здесь получим консолидацию, либо же вот такую расширяющуюся формацию, расширяющуюся формацию, это когда создается картина в виде рупора. Смешно. Протестировал цена, либо же основание, либо же дно, и сформируется такая фигня. То есть, вот такая фигура. Расширяющаяся формация. То есть, вот есть момент, дальше еще момент, дальше еще фрактал, и цена развернулась. Расширяющаяся формация зачастую говорят о том, что цена может развернуться. И во время расширяющейся формации торговать нельзя. Если вы их увидите, если вы их видите, и вы заходите, то вы должны рассчитывать на то, что вы стоп свой перетачили где-то, наверное, за облаками, и тейк профит свой сделаете совсем минимальный. И это называется неправильная торговля, или возможно вы сможете тут хотя бы скальпингом что-то делать, но скальпингу нужно знать, нужно понять. По скальпингу у нас, скорее всего, тоже есть разные обзоры, которые вы можете найти на нашем канале. Поэтому по поводу защитных активов, по поводу пары защитных, нужно ацентировать внимание, что мы оставляем место для вот этой вероятной нисходящей импульса. Если мы сейчас заходим в покупку по доллару, неважно где, нужно иметь в виду, что нисходящий импульс он может совершать минимальный, какой-нибудь, я не знаю, но для него есть стоп-лосс, который вы можете просто ставить и забыть о том, что дальше произойдет. Но опять же, имейте в виду, что тестируется, да, поддержка, мы все еще внутри Канарова, но оттестировалась ли эта поддержка? Ну, фрактал вроде есть, нарисован, экстремум есть, но насколько можно его рассчитывать? Насколько ампитуда последующая будет сильной? На это все нужно обращать внимание. По нефти, смотрите, в рамках этого канала движение со вчера продолжается. В рамках канала, который мы задали. 68 долларов 40 центов, 66 долларов 80, 40 центов и 66 долларов 80 центов. Цена умеренно поджимается к верхушке и в случае если доллар сделать исходящий импульс, спекулятивный, чтобы подготовиться к речи, к вероятной речи Джерома Павела о том, что они будут повышать процентную ставку скорее, чем планировали, вы мне поняли? Чтобы просто перед этим сбросить всех, кто прямо сегодня, сейчас заходит в покупку всех мелких трейдеров. Вот такого импульса. Почему бы его не ждать? Почему не сказать, что он может реально случиться? Несмотря на то, что мы по сервовым активам по фондовому рынку мы по факту уже на верхушке, мы уже должны откатиться вниз, согласно фундаментальному анализу и техническому тоже. Поэтому вот такого момента учитывайте. Смотрите, сегодня я сделал очень-очень обширный обзор, я очень сильно постарался выразиться пояснее, выговорить все, о чем я думаю, не воспринимать эти слова как какие-либо сигналы или рекомендации. У вас должна быть своя система, у вас должна быть своя идея, свое мнение, иначе вы на рынке не будете жить, вы не сможете выжить. По поводу нефти и по поводу доллар США и канадец. Смотрите, в случае если по нефти будет импульс нисходящий, то по доллару канадцу возможен импульс. Конечно же нисходящий, причем? Потому что у доллара канадского есть корреляция перемая с нефтью. Его даже у мексиканского песо не настолько перемой корреляции. В этом случае если доллар сделает нисходящий импульс сегодня какую-нибудь малюсенькую, это поймите, вот эти импульсы, о которых мы говорим, это просто вера в какой-то конспирологии о том, что наших мелких сделок сегодня просто соберут по стопам. Но вероятность этого всегда есть. Но особенно перед в передверии каких-либо вещей, таких как выступление глав Центробанка, которые все-все ждут, во всех новостях уже пишут, что все ждут. Ну, конечно, вероятность этого есть. Поэтому рассчитывать на это как продолжение какого-то снижения нет, не стоит. А как импульс, которым спекулятивно можно воспользоваться, то да. Опять же, иметь в виду, это не сигналы, это не рекомендации к действию. Это просто мое мнение о том, как происходят вещи на рынках. Поэтому по доллар-канадцу 1,2660 это отметка еще спокон веков была дана. Если что, мы его ждем, его ретеста. Если импульсивно произойдет, то даже, скорее всего, мы не ждем последующие снижения. Но мы просто будем пользоваться этим импульсом, чтобы закрыть какие-нибудь спекулятивные сделки очень картосрочные. Дальше уже ориентируемся на основной тренд, который восходящий, И по битконе, по эфириуму, о котором вы, кстати, очень часто просите, чтобы мы говорили. Кстати, об этом есть обзоры по средам у меня выходят. Тоже можете посмотреть. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте, есть очень-очень много интересных видео, кроме моего, которого можно смотреть, которого нужно смотреть. Не обращайте внимания, чтобы весь канал забит моими видео. Биткоин и эфириум со вчера. Как мы по факту говорили, что неопределенность по биткоину, продолжается. Единственное, что возможно, он не продлит снижение. Почему? Сейчас, секунду. Причем потому, что он тестирует очень важную отметку. По биткоину есть такие важные отметки, как 3, 5, 7. Об этом, возможно, я говорю очень редко, но этими отметками я пользуюсь. 3, 5, 7. Они тестируются, либо от них отбиваются, цена пойдет дальше, либо же их пробивает и идет дальше. Сегодняшняя ситуация мне говорит о том, что, скорее всего, исходя из этого расширения, исходя из того, что 47 тысяч... 7. 47 тысяч. Последняя цифра. Семерка, исходя из масштаба. То есть, относительно масштаба. 3, 5, 7. Это не сигнал, это не рекомендация, это просто то, как я работаю со своими, как говорится, сделками. Исходя из этой ситуации, мне кажется, что, скорее всего, хотя бы какой-нибудь краскосрочного отбоя вверх мы получим, но дальше нужно отталкиваться от даже не верхушки 47 тысяч 500, а я думаю, где-то 47 300, 47 500, 47 300, 47 500 долларов, скорее всего, получим отбой вниз. Но нужно обращать внимание, что расширяется информация, это всегда сопровождается неожиданными вещами. Когда вы дождались еще, ждали, чтобы она еще больше вырастить после пробоя какой-нибудь границы, она не растет. А это расширяется информация, потому что, друзья, поэтому надо обращать внимание. 47 400, 47 500. По эфириуму, тоже, кстати, по каналу очень красиво идет, по данному каналу, который, кстати, вчера в обзорах задали. Кстати, эти обзоры, в случае, если их, этих отметок не видно на прошлом, на прошлом видео, эти отметки скорее всего были назначены во время написания обзоров, которые я их опубликую, то есть опубликуются нашими сотрудниками в Инстаграме, в сторисе, в Телеграме и также на сайтах, на криптокартеле, на главном сайте. И эти обзоры тоже, кстати, есть, и вы тоже можете посмотреть, на этих каналах тоже можете подписываться, эти обзоры посмотреть. В одном случае, если видите, что этих отметок скорее всего на прошлом видео не было, то скорее всего это отметки, которые связаны с каким-то другим видео, либо же скорее всего со вчерашними обзорами, которые были выложены вчера на наших ресурсах. По эфириуму тоже этот отбой уже произошел, но опять же дальнейший рост 3160 может не дойти, может вас припугнуть где-то здесь. То есть, они могут сейчас уже вас припугнуть. Смотрите, и биткоин, и эфириум. Они могут уже сейчас, не добираясь даже до ближайших сопротивлений, если они могут вас припугнуть, просто потому, что это расширяющаяся информация. В нем это позволено. В рамках него это возможно. В рамках расширяющейся информации возможно, чтобы вас припугали постоянно, почему нельзя там зайти вообще. сто тысячи раз. Уже неделю говорю. Сколько раз? Нельзя зайти. Нельзя заходить в рынок. В рынок. Но при этом я объясняю, что где, как можно, каким-то образом, каким-нибудь там, да, какой-нибудь там схемой просто зайти так, чтобы это было менее больно или менее страшно. Поэтому обращайте внимание на все слова. не зацепляйтесь за какими-то там непонятными словами. Возможно, да, у меня плохой выговор. Я плохо выговорю, потому что я не отсюда вам. Я не русский. Я иранец. И вообще мой родной язык это персидский язык. И русский я выучил в течение четырех лет. Поэтому обращайте на все эти факты тоже внимание. Простите, в случае есть и непонятного можете переспрашивать. Писать в комментариях более культурно, более красивым языком, чтобы я переобъяснил, что где, что я имел в виду, почему так сказал и так далее. 47 тысяч по биткоину он может по факту не прорваться вверх. То есть ждите, что они могут вас перепугнуть еще. Ждите, что они могут вас перепугнуть. Это имеется в виду импульсивные пробои 46 300, 46, даже 46. То есть 46 тысяч, 46 300 цена может протестировать, его просто импульсивно как продолжение этой расширяющей информации и просто вас перепугнуть, чтобы вы сбросили все покупки свои. И по эфириуму тоже эта вероятность есть. Но в целом мы ждем дальнейшее продолжение вот этого тренда хотя бы до 3200 по эфириуму и хотя бы по биткоину, хотя бы по 47, точнее 48, хотя бы 47 7900 или 800. Так очень часто по биткоину происходит. От девятки он отпевается вниз. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Извините, что он получился очень таким душевным. Вы об этом просили. Не забудьте. до следующей встречи, которая у нас будет в понедельник. Ждите новостей, посмотрите наши ресурсы, ждите нашу аналитику на ресурсах в Телеграме, Инстаграме, также в Фейсбуке. Они публикуются. Подписывайтесь на канал. В нашем канале есть очень много интересных видео. Нажмите на колокольчик и пользуйтесь материалом, который там есть. Всем хорошей торговли. До следующей встречи. Пока. Продолжение следует...